Мы можем подставлять интересы инвалидов в государственных органах, допустим. Мне кажется, там пошел что-то. Есть организации, если какие-то вопросы поднимаются, мы можем пойти и поднимать какие-то вопросы. Мы оказываем чисто моральную поддержку инвалидов, адаптацию. Мы их здесь собираем, у нас типа теплого дома, чай пить, люди приходят, между собой поговорят. Для многих это тоже очень много значит. Тот поговорил, там поговорили, немножко отошли, какой-то стресс свой сняли. В плане вот таком. Да, я скажу еще. Мы собираем информацию. Нужно сколько, например, людей нуждается, например, вот в этих палочках. То в инвалидных колясках, например. То, например, там каких-то других приспособлений пытаются. Мы это все собираем. Если есть возможность, мы помогаем. Ну, находили спонсоры, давали в инвалидные коляски, ходунки, например, даже палочки. Даже палочки, да. Я вот тут одно время мы нашли спонсора и вот выдали палоч 30 штук, например, тут оптики. Я в прошлом, позапрошлом году с Гагаузи нам ходунки передавали. Мы так вот координируемся, понимаете, когда уже столько лет работаешь, уже общаешься с организацией. Девочки, у кого есть, я могу дать. Я вернусь, и нам в Гагаузи через автобус на Кишинево, на Тирасполь, Сирасполя. Ну, находим какую-то возможность вот такую. Это вот самые такие проблемы, которые приходится решать? Какие явные проблемы? Ну, приходят инвалиды, допустим, кому-то надо что-то, где-то какое-то ходатайство написать, какие-то вопросы возникают, да. Ну, вот одно дело, когда человек там бьется, другое дело, он приходит, уже ходатайство от общества инвалидов, да. А еще, если мы позвоним, раз, ага, там что-то порешалось. Вот. Было у нас такое, что на поруки брали, был у нас такой период, что мы прямо вот инвалиды там что-то совершили. Ну, бывает, там поругался сосед с соседом, там что-то еще, чтобы уголовные дела не возбуждали. Наша организация такая есть, которая... Тоже оформляем документы, все, что... Так, не гласно, не есть. Они по-разному, получается, оказывают юридическую помощь бесплатную.